Как помочь IT-отрасли развиваться в России в условиях внешнего экстенционного давления? Этот масштабный вопрос обсудили на заседании экспертного совета по развитию информационных технологий при губернаторе Ульяновской области. Если по итогам прошлого года цифровая отрасль росла и развивалась самыми быстрыми темпами, то сегодня мы видим отток кадров и прогнозируемый спад темпов роста отрасли. Перед нашим государством стоит задача поддержать IT в санкционных условиях и стимулировать ее развитие. Депутат Госдумы Владимир Кононов и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов отечественный софт Наталья Касперская, которые участвовали в заседании, считают, что Ульяновская область является сильным регионом с точки зрения развития IT-технологий. Этот сектор экономики для Ульяновской области имеет стратегическое значение. Поэтому я хочу сказать, что очень здорово, что экспертный совет по развитию информационных технологий находится при губернаторе, под патронажем губернатора Ульяновской области. IT-специалисты, то есть губернатор помогает отрасли, отрасль и специалисты IT-технологий помогают губернатору и области в плане пополнения бюджета. Как считает Наталья Касперская, отъезд незначительной части айтишников за рубеж вызваны несколькими причинами. Первая – эмоциональная. Вторая – уход иностранных производителей, которые держали разработческие ресурсы. Она подчеркнула, что не нужно торговать мозгами на вынос. Надо, чтобы эти мозги создавали продукты для страны. А для этого важно быстро предложить людям места в компаниях с реальными задачами. Сейчас многие очень компании объявили, что они увеличивают набор. Вот наша компания увеличивает набор, там крупные компании, IT-компании расширяют свои задачи, увеличивают набор. Это важно. И, возможно, университеты сюда подключатся, потому что есть там определенная программа и так далее. Нужно подумать, как мы можем использовать этих людей, как быстро им предложить работу, чтобы они не сбежали за рубеж. Напомним, что на региональном уровне продолжают действовать налоговые преференции для сотрудников отрасли. Это 1% по упрощенной системе налогообложения и предоставление единовременных социальных выплат на приобретение жилья. Участники совещания, руководители крупных IT-компаний Ульяновской области поделились текущей ситуацией в региональной отрасли. Обещанные льготные кредиты, они не работают. То есть банки про них пока что-то слышали, но, в общем, не дают. Самая главная проблема – это люди, которых не хватает, их не хватало, не хватает. И сейчас еще есть такая проблема, как релокация, она существует. Руководитель другой компании Александр Щербина подсказал, как остановить отток специалистов за рубеж. Хотя, по его словам, из Ульяновска практически никто не уехал. Если людей успокоить, как Тальван сказал, с этой тонкой душевной организацией, сказать, ребят, прилетайте, улетайте, залетайте обратно, никаких проблем нет, то я думаю, что очень многие уже готовы возвращаться и сильно меньше готовы перемещаться, если есть вот это ощущение свободы передвижения. И это самый, мне кажется, лучший эффективный способ остановить, честно, если не такой уж на самом деле массовый, по крайней мере, из регионов отток специалистов. Ректор Ульяновского государственного технического университета Надежда Ярушкина предложила создать центр компетенции для IT-специалистов по промышленному программированию. Он связан с тем, что мы уже сейчас в нашей дискуссии наткнулись на такой вопрос, что IT-отрасль работает и до нее оказываются меры поддержки, но она, например, натыкается на возросшую дебиторскую задолженность и так далее. А это означает, что в системе заказчик является обязательной стороной. А для IT-отрасли есть специфический и очень сложный заказчик – это промышленность. Центр компетенции, по словам ректора, позволит обеспечить инженерный консалтинг в области промышленного программирования, подготовку квалифицированных кадров для высокопроизводительного промышленного производства в области промышленного программирования, а также переподготовку, повышение квалификации таких кадров. Это предложение было поддержано федеральными экспертами.